Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я вам покажу один день из моей жизни. Оставайтесь со мной. День мой начинается с того, что мне действительно, как и всем, тяжело просыпаться, потому что я часто засиживаюсь вечером в телефоне, поэтому с утра первым делом я выпиваю стакан чисто свежей воды вместе с таблеточками. Да, я пью дополнительные бады для своего здоровья, какие точно я вам не подскажу, потому что каждый пьет то, что ему нужно. Тут бады, которые я пью до еды, есть еще те, которые я пью во время еды и после еды, да, вот так вот все весело. Это уже неотъемлемая часть моего дня. Возможно, вы уже увидели этот шикарный букет, который я собрала маме, а у меня начинается, как говорят американцы, my morning routine. Утро начинается таким образом, что я чище зубы, конечно же, умываю лицо просто водой. Утром обязательно традиционным считается либо обляпать зеркало, либо обляпать себя. В общем, я протираю лицо и начинаю наносить уход. Уход у меня в реальной жизни действительно трехступенчатый, и это абсолютнейшая не реклама. Я люблю использовать корейские продукты. Мне очень повезло, и бренды, которые я использую в повседневной жизни, часто приходят ко мне с рекламными предложениями, и мы это осуществляем. Но и в жизни я использую этот продукт. А эту сыворотку мне посоветовала девушка в золотом яблоке, сказала, что она создает ту самую корейскую влажную кожу. Мне захотелось это проверить. Я использую эту комбинацию в уходе уже две недели. Кожа стала блестеть не жирным блеском, а более увлажненным. Так, ну и следующим этапом я наношу роллер под глаза. Такой роллер обычно убирает отеки. Ну, а настоящие отеки, конечно, можно убрать только отсутствием еды на ночь. Закрепляю все кремом. После нанесения ухода я перехожу к прическе. Сделать ее мне нужно быстро, так как я иду на балет. Через час начинается тренировка. Волосы должны быть убраны очень аккуратно и опрятно. Я сама понимаю, что балет это такой вид спорта или вид жизни. В общем, даже на тренировке нужно ходить опрятно, аккуратно. В этом как бы смысл этой дисциплины. Пользуюсь своим же лайфхаком из шорта, а именно дорабатываю прядки и заливаю их лаком. Наношу крем-бальзам на губы. И если светит солнышко, обязательно не забываю про SPF. Я уже много говорила о том, что SPF, конечно же, нужно использовать и зимой. Особенно, если вы делаете лазер, BBL или что-то типа того. Выбирайте просто нежирный SPF. Таких очень много. Например, в Корее. Отдаю маме цветочки. Сио, действительно, всегда радуют мои мини вот такие вот. Букеты собранные, либо подарки. Я стараюсь не забывать ее радовать. Потому что все-таки, ну, вы понимаете, да? День мам, все такое. Вспомните о своей маме, позвоните. Вот. Такая вот она у меня смешная в синем пуховичке. Провожаю ее и быстро собираюсь на тренировку по балету. Я уже говорила, что до нее осталось меньше часа. Конечно, я всегда люблю опаздывать. Но тут нужно собраться быстро. Дисциплина на первом месте, которую я себе пытаюсь прививать. Балетом я занимаюсь уже полгода. И очень хотелось, на самом деле, вам рассказать, почему я это делаю. Балет учит понимать и слышать свое тело, управлять им. Развивается координация движения, образуются новые нейронные связи. И со временем привыкаю, что регулярные занятия спортом необходимы для здоровья. Я надеваю колготки и почти готова к тому, чтобы пойти на тренировку. Как я уже говорила, балет это дисциплина своего рода, в которой важна эстетическая сторона. Поэтому я подбирала себе костюмчик под свой цвет кожи. Не сильно розовый, не сильно бежевый. Но об этом могу подробнее рассказать в отдельном ролике. Беру с собой пуанты, потому что будем пробовать сегодня вставать на них. Еду в ближайший магазин с готовой едой. Завтрак вне дома помогает мне сконцентрироваться на делах, которые произойдут за день. Это быстрее, дешевле и продуктивнее для меня. Из еды я стараюсь брать либо белковый омлет, или гречневую кашу, которую я готовлю как раз-таки дома самостоятельно. Тут я вызвала такси, что было не очень разумным, когда выпал снег в Москве и начались пробки. Обычно я еду до балета на метро, потому что это помогает мне немножко разогреться. И я прихожу и начинаю занятия уже тепленькое. Балет это как йога, сочетание работы над двумя составляющими, душой и телом. Что касается тела, то в ходе балетных классов оно становится сильнее и выносливее, мышцы прибывают в тонусе. Также у тех, кто в взрослом возрасте посещает балетные классы, развивается гибкость спины и пластичность подвижных суставов. Это делает фигуру женственной и изящной. Я вижу, как у меня меняется осанка и походка. Но есть и обратная сторона медали, балет не прощает лишних килограмм. Дело идет к зиме, я набрала немного в весе, мне действительно тяжело выполнять некоторые упражнения, в том числе стоять на пуантах. Хотя лучше продавливаются ноги. Когда я прихожу домой, то первым делом иду в душ, чтобы смыть с себя все, что вышло из меня с потом, а также подготовиться к вечернему походу в театр. Меня позвали друзья, у нас даже своего рода сложилась традиция. Я никогда не знаю, на какой спектакль мы идем, но всегда соглашаюсь. Делаю легкий перекус. Говорят, что кофе нужно пить где-то в районе 16 часов дня. Примерно такое время и есть. Я обожаю с кофе сейчас пить сыр шлоссер или шлессер. Нет, я не была в Швейцарии, мне просто посоветовали его в магазине. И он оказался на редкость вкусным, поэтому я делаю себе тарелочку-микс из сыра, немножко шоколадки и какой-то фруктик, в этот раз это помело. Почему? Потому что, во-первых, это мое творчество для получения, получается огромное удовольствие. Я жена, вы говорите, что я хороший. Перехожу к сборам в театр. Для того, чтобы не повредить волосы, я буду использовать молочко от Гильтек. Оно подходит для всех типов волос, в том числе пересушенных и непослушных. Это термозащитное молочко, которое также хорошо помогает распутать волосы. Его легкая текстура не утяжеляет волосы, быстро впитывается и защищает от повреждения всеми видами термической укладки. Фен, утюжок, плойка, масло зародыши, пшеницы и экстракт алоэ вера увлажняют волосы и облегчают расчесывание. Хорошо распределяю по волосам и перехожу к укладке. Я использую Dyson, там фен-щетка, можно использовать обычный фен и щетку отдельно. Выпрямляю волосы, просушиваю их у корней. Дальше использую насадку, которая как бы всасывает в себя воздух и заодно прядку. Это сейчас моя любимая и узнаваемая укладка. Теперь давайте перейдем к макияжу. Все будем делать быстренько, чтобы я успела в театр. Беру тональный крем Fenty Beauty, наношу на все лицо. У меня уже нанесен ход, ну вы видите, я думаю, как кожа блестит. Это у меня сыворотка с мокрым эффектом. Мне ее в золотом яблоке посоветовали. Сказали, что должен быть как будто бы влажный финиш. Ну проверим, проверим. Мне правда нравится, как она сияет и вроде бы не скатывается по ней тон. У меня есть такой лайфхак. Сначала наношу бронзер. Бронзирую лицо на тон размашистыми движениями. На самом деле, даже когда не опаздываю, бронзер наношу достаточно быстро. На носик. Прям не боясь. Бронзер я нанесла и теперь я буду использовать консилер после бронзера. На внутреннем гологазе. Ничего тут нового я, естественно, не придумаю. Подберусь к носику. Семь-чуть консилеров. Ну и поскольку этот консилер чуть-чуть светлее, он подаст лицо вперед в нужных областях. Подсветит без хайлайтера. И когда уже почти растушевала консилер, беру снова кисточку с бронзером. Нивелирую слишком светлый оттенок, если бы он был слишком светлым. В районе носика чуть-чуть. Я пока коричневыми тенями подзаполню брови. Поскольку у меня долговременная укладка, я сильно не парюсь насчет заполнения бровей. Чуть-чуть они теплые. Как раз рассветлят мне бровь. Использую гель для бровей. Все, готово. Мне, честно говоря, даже сильно пудриться не хочется. Я использую вот этот оттенок бежевый навека. Можно чуть-чуть припудрить вот эту вот зону. Я сейчас стала использовать больше светлых оттенков. Раньше вообще думала, зачем наносить бежевые цвета. А с годами я понимаю, что очень хорошо они убирают микросинячки. Ничего придумывать я уже не буду. Просто хочу выглядеть хорошо. Ну, блин, началось. Вот это вот сравнивание стрелок, это просто мое любимое. Ну, все, придется рисовать большую стрелку. Ну, кстати, они еще ничего получились. Вы знаете, я в такие моменты слишком долго не сижу, потому что понимаю, что идеальнее, чем за 3 минуты стрелки уже не сделать. Те же тени для бровей, что я использовала. И просто сделаю контур тенями. Крашу ресницы. Подтушу губы. Вот так вот вместо помады можно использовать тени. У меня есть блеск тинт. Это блеск тинт от Георга. Масло для губ в оттенке Клио. А, это просто масло для губ. И бегу одеваться. Надеваю пиджачок. У меня черные брючки. Я решила все-таки немножко припудриться, потому что... Ну, не могу. Ну, не могу. Я не могу. Беру немножко пудры. Окошечку. Буквально два движения, и зато я буду уверена в себе на 150%. Что если я захочу сделать фотографию, она получится, и я буду себе нравиться. И фотошоп нужно будет применять по минимуму. Дену вот такие вот серебряные украшения. Колечко. Еще одно колечко. Это так. Куда-нибудь сюда. В ней кольцо, которое я очень сильно ждала. Вот так. Я его... Я ходила как-то делала. Мой на мастер-класс кольцо. Это вот оно. Делала своими руками. В общем, купила несколько колец. И, наконец-таки, оно до меня дошло. Господи, какая красота. Я его хотела носить вот здесь. Как будто бы мне кто-то сделал предложение. Макияж за 15 минут, мне кажется, удался. Погнали в театр. Я чуть опаздывала, но я еще 25 минут ехать. Ну, блин, я буду стараться. Наконец-то. В общем, я добежала и успела в театр. Слава богу, ребята уже здесь. Будем смотреть. Театр-мастерская Фоменко молодой. Он берет свои истоки в 88-м году, а организован в 93-м. Соединяет в себе тягу к экспериментам и традиции русского репертуарного театра. У нас антракт или перерыв между действиями. Я, наконец-таки, съем свою протеиновую печеньку. Мы все вместе сидели и попили чай. Мне кажется, это классная традиция. Ходить с друзьями в театр. Вообще собираться и находить людей, которые близки тебе по духу на данный момент. Мы ходили на бесприданницу Островского. Я хочу вам сказать, что я не читала это в школе. Да простит меня моя учительница по литературе. Но весь смысл был передан идеально. Даже для тех, кто ни разу не читал эти чудесные книжки. Классические. Мне захотелось посмотреть бесприданницу Суарису Гузееву, про которую так много говорят. И мне кажется, у меня дойдут скоро до этого руки. Любуюсь колечком, и у нас поздний ужин. Вернее, то, что от него осталось, потому что я была очень голодная и сразу же накинулась на еду. Поздний ужин – это не та традиция, которую хочется соблюдать. Но сегодня можно. Почему-то после театра дикий аппетит и голод.